Санкции со стороны Запада, что волнует граждан России? Астероид размером с футбольное поле летит к земле. Стоит ли опасаться и ждать конца света? Мы с вами рассуждаем так, 1,3 километра камень какой. Ну, в принципе, больше, чем площадь Казанского университета здесь, может быть, даже получится. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Казанский федеральный университет открывает горячую линию для студентов, обучающихся за рубежом. В случае возникновения каких-либо вопросов можно позвонить по телефону 843-206-5289. Политическое и экономическое положение вещей в стране с недавних пор очень неоднозначно. В связи с проведением спецоперации на Донбассе были введены определенные санкции со стороны Запада. И пока российские компании столкнулись с нехваткой покупателей на нефтяном рынке, а страны ЕС и вовсе обсуждают введение эмбарго, рядовые граждане задумываются над внезапным прекращением онлайн-продаж продукции Apple и, возможно, блокировки устройств на территории Российской Федерации. С недавних пор на просторах интернета все чаще начали появляться статьи, посвященные вопросам работоспособности яблочных устройств, а также, насколько сильно это может отразиться на экономической составляющей страны. На данный момент многих пользователей смартфонов интересует, возможно ли прекращение продаж техники Apple в России, поскольку покупка в режиме интернет-пространства прекратила свое существование, и каким будет пользование, если этого получится избежать. Возможность отключения устройств есть. На самом деле, если будут отключения, то способом как-то еще им попользоваться будет просто отключение интернета на телефоне. Я консультировался с рядом моих коллег. На данный момент пока что видимых проблем по технической части нет. Мой взгляд, при угрозах экономическому благосостоянию граждан, я бы все-таки сконцентрировался не на покупке айфона, а на покупке каких-то более важных вещей. Некоторые специалисты считают, что не обязательно, что айфоны будут запрещены к продаже, просто могут быть проблемы с их импортом, то есть их могут раскупить. Возрастет ли спрос на технику других марок? В случае этого, конечно, возрастет. И, соответственно, необходимо обратить внимание, в первую очередь, китайских производителей, потому что у них есть еще и опыт работы в условиях санкций. Напоминаю, что компания Huawei находилась под американскими санкциями. И они как раз-таки для того, чтобы обеспечивать независимую работу своих устройств, они разработали собственную операционную систему. Раскрывая экономическую сторону в поле деятельности Apple на территории России, автоматически назревают вопросы касательно того, насколько изменится финансовый рынок и как повлияют на продажи, возможно, скорый уход яблочной продукции с полок магазинов и нестабильный курс доллара. Если вообще о финансовом рынке говорить, то финансовый рынок станет гораздо менее емким, менее активным, поскольку с него уйдут иностранные участники. Стоимость финансовых активов резко снизится, но она уже и так снизилась, и, возможно, будет еще снижаться. И интерес инвесторов, в том числе и спекулянтов, соответственно, тоже будет значительно ниже без финансовой подбитки с зарубежных рынков. Скорее всего, продажи новых гаджетов будут очень сокращены или остановлены, а старые гаджеты, которые уже находятся здесь, резко подешевеют, поскольку в условиях блокировки ими практически пользоваться будет можно только в очень ограниченном режиме. Никто не знает, как будет развиваться ситуация и как будут действовать на противопутствующие стороны, и те, кто не участвует в противостоянии, но тоже может повлиять. К сожалению, на данный момент ни одно ведомство не сможет абсолютно точно спрогнозировать возможное разрешение ситуации. Гражданам России остается верить и надеяться на благоприятную обстановку в стране. Карина Саяхова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась конференция «Старт карьеры». Мероприятие прошло в формате паблик-толк. Все желающие студенты могли задать интересующие их вопросы на тему профессионального становления. Как сообщают СМИ, небесное тело огромных размеров уже в этом месяце пролетит совсем рядом с Землей. Стоит ли человечеству опасаться за свои жизни и ожидать конца света? К Земле движется потенциально опасный астероид. По расчетам астрономов, 4 марта он пройдет на максимально близком от нашей планеты расстоянии. Об этом впервые стало известно еще в середине февраля. 12 числа эту новость опубликовал Роскосмос. Я хочу сказать следующее, что таких астероидов более 5 тысяч, чтобы люди представляли себе, что он не единственный. Все они пересекают орбиту Земли, правда, есть несколько, которые до нее не доходят. Они относятся к группе Аполлонов, ну, Аполло, если по-английски говорить, и, соответствующим образом, названы в честь первого астероида, который еще открыт был в 18 веке, и как раз назвали его в честь бога греческого Аполлона. И вот остальная эта группа так и понеслась, что они относятся вот к этому астероиду Аполло. По словам профессора, несмотря на то, что астероид называют околоземным и потенциально опасным, он не предоставляет никакой угрозы. Он пройдет на достаточно большом расстоянии и не нанесет ущерба планете. Мы с вами рассуждаем так, 1,3 километра камень какой, ну, в принципе, больше, чем площадь Казанского университета здесь, может быть, даже получится, если положить его сверху. Но я хочу сказать следующее, что в космосе это такая пылинка, которую даже, если будем рассматривать по отношению к Солнцу и другим планетам, заметить невозможно. Представляете, вот тут у нас мы стоим, а тут эти пылинки, очень много вокруг нас летает. То же самое тут происходит. Поэтому говорить о том, что огромный объект летит рядом с Землей, Землей в данном случае не приходится. Принято считать, что расстояние между Луной и Землей критическое относительно движения других небесных тел. Расстояние между планетой и астероидом гораздо больше, поэтому поводов для переживаний нет, сообщает Юрий Нефедев. Диана Жданова, Фарид Захитаглы, Софья Чугунова, Универ Ньюс. В минувшие выходные в IT-лицея Казанского университета состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», приуроченная ко дню защитника Отечества. Оказать первую помощь раненому, на скорость собрать и разобрать автомат, установить палатку – все это ожидало ребят в рамках мероприятия. Бэтмен покинул российские кинотеатры за день до премьеры. Займут ли его место отечественные фильмы – смотрите в сюжете. Ряд американских кинокомпаний отказались поставлять новинки кино в Россию. Приостановленная работа над тремя российскими проектами для Netflix. Есть ли у отечественного кинематографа шанс справиться с импортозамещением? Большинство наших сериалов и фильмов снималось на украинских площадках. Снималось с привлечением тех же украинских. Что они лучшие и талантливые, что по всей России не было адекватных помещений, павильонов, сценаристов, операторов и так далее были, но там было проще деньги уводить. До этой ситуации вам прорваться в тот кинематограф, коррумпированный, который сегодня во многом у нас есть, почти был невозможен. Сейчас, когда там растерянность, потерянность и поиск каких-то новых путей, новых людей, вот у вас есть шанс оказаться в числе этих людей, носителей тех самых новых идей и решений. Отмена Бэтмена за сутки до премьеры привела к потере около 20 миллионов рублей, вырученных с предпродажи билетов. Непонятно, кто оказался заложником ситуации. Россияне или Голливуд? Будет ли пиратка? Будет, но она и не умирала. Она всегда была, да? Будет. И это, кстати, будет одним из факторов, который вернет рано или поздно компании, даже которые искренне по политическим соображениям пытаются уйти сегодня с этого рынка, на этот рынок опять. И мы еще, пренебрегая авторским правом, вообще дадим колоссальный пример всему другому миру, который ждет и видит, когда нынешнее авторское право в нынешнем виде падет. На фоне всеобщих волнений людям нужен хлеб и зрелище. Может ли поход в кинотеатр сравниться с просмотром фильмов дома? Ну, когда я беру смартфон и вот так его ставлю, передо мной уже гигантский экран. А почему это не как в кино? Вот так его поставьте, как будто вы в кино вы находитесь. И да еще если наушники, да если еще вот так поставите, ну это же кинотеатр, полный кинотеатр. Вот если вы свой смартфон вот так уберете, это не кинотеатр. А вот так, ну это же все. До разрешения ситуации с Украиной, кинотеатры планируют работать с тем, что есть. В 2022 году ожидается премьера российских комедий, военных драм и экранизация Романа Булгакова. Кристина Колсанова, Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы. Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин